Друзья, всем доброго времени. Меня зовут Полина Сухова, я психолог, гипнотерапевт и проводник мир гармонии и внутренних балансов. Сегодня, как я обещала, в прошлом видео я вам расскажу первый шаг, как справиться с негативными мыслями. Быстро и легко выйти из этого круговорота, вот этой мыслительной негативной жвачки. В прошлом видео я вам рассказывала закон мироздания о том, что внешние, то есть негативные мысли приходят извне, а в этом видео уже вы получаете конкретный инструмент из моего нового дневника. Дневник – это ежедневник такой, который помогает вообще работе над собой, в том числе работе, зацикливанию мысли. И тут много пунктов, у меня целых 9, как работать. То есть вы можете выбрать любой инструмент, а я вам расскажу самый простой, наверное, ну, может быть, мне, как кажется, простой и очень эффективный. То есть если вам пришла негативная мысль какая-то, то вам ее просто-напросто нужно переделать ровно на 180 градусов. Положительно, естественно. То есть, например, вот пришло там какое-то негативное событие, вы прокрутили про своего родственника, который, не знаю, уехал в дальнюю дорогу. То ли это ваш ребенок, то ли это ваш муж, то ли вообще близкие какие-то, не знаю, очень дорогие вашему сердцу люди. И, соответственно, мы там можем накрутить, что вот с ними что-то случится, какая-то авария или что-то, не знаю, и так далее, и так далее. Вы просто берете и переворачиваете на 180 градусов эти мысли. Вы думаете, что с ними будет все хорошо. Вы прям прокручиваете это через визуализацию и лучше даже прописать через мыслеформу. Таким образом, мало того, что вы формируете этому человеку хорошее будущее, это так прописываете сценарий на тонком плане, как это я говорю, и в то же время вы, естественно, успокаиваете себя. Да, конечно, бывает, опять вас возвращает эта негативная мысль в это русло, опять, да, но все в ваших руках. Вы легко можете за буквально 2-3-4 раза переделать эту мысль, и она у вас закончится. Потому что есть тоже такая особенность, проверяли через исследование, что мысль живет на самом деле всего 68 минут. Ой, прошу прощения, секунд. Секунд, конечно. Таким образом, вам нужно продержаться совсем чуть-чуть, то есть 3-4 раза переиграть. И, кстати, как отличить негативную мысль, то есть как отличить мысли приходят ваши от тех, которые приходят извне? Тоже очень частый вопрос задают мне на вебинарах мои ученики. Вообще, на самом деле, очень просто. Все, что вам идет положительного извне, соответственно, вот все хорошее вам дает ресурс, силы, вам дают какую-то мотивацию, все оставляем, значит, это ваше. Если вам приходят негативные мысли, да, то вы просто ее отправляете назад, откуда она ушла. Но это такой очень легкий и устарелый способ. Тот способ, который я дала, то есть трансформация этой мысли, то есть она пришла, вы ее не отгоняете, а вы ее трансформировали в позитивную. Это еще экологичность энергоинформационного пространства. Таким образом вы помогаете и нашему астральному плану, то есть вот где находятся мысли людей и всех. И, соответственно, вот вы такой человек-трансформатор. И эта миссия достойна уважения на самом деле. Поэтому пользуйтесь этим простым легким инструментом, и вам обязательно в жизни хватит сил на все ваши дела. А в следующем видео я вам расскажу следующий шаг, как справиться с негативной жвачкой. Это будет очень простое, но еще более эффективное упражнение, которое поможет, можно сказать, окончательно переделывать эту мысль, чтобы она не пять раз вам приходила, а чтобы она закончилась уже на втором разе, и все, и вы легко пошли делать свое любимое какое-то дело. Итак, если вам понравилось видео, я буду рада, если вы поставите какой-то комментарий, если вопросы будут, я всегда отвечу. Лайк всегда приветствуется. Обязательно поделитесь этой информацией со своими близкими и знакомыми. Ну и, конечно, в следующем видео ждите следующего шага. Спасибо. 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 Спасибо.